Доброе утро, дорогие друзья! Вы на волнах альтернативного блоговидения. С вами Андрей Курейчик. Спасибо всем, кто подписывается, комментирует, ставит лайки. Утром что хочется, прежде всего? Хорошего настроения, друзья мои. И постараюсь вам его доставить. Оказалось, очень зашел британский комик Джон Оливер, который, вы знаете, посвятил один из выпусков своей передачи на HBO Александру Лукашенко. И, как по мне, это было очень смешно и трогательно, и круто, и с этими мишками. И кто не видел, чуть-чуть спуститесь в видео альтернативного блоговидения, вы найдете этот выпуск. Но Джон Оливер известен своим отношением не только к Лукашенко, ко всем диктаторам как таковым и диктатуре. Потому что он, как и весь цивилизованный мир, над диктатурой просто смеется. Потому что это самый нелепый, самый глупый и самый несуразный вид правления в 21 веке. Как ни крути, в 21 веке диктатор, быть диктатором, это нелепо. Ну это просто нелепо, это смешно, это глупо. Это означает выставлять себя перед цивилизованным миром полным идиотом. Поэтому когда у нас пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт говорит, что диктатура это бренд Беларуси, а Лукашенко кичится тем, что он последний диктатор в Европе, это означает одно, что люди над ним во всем мире просто смеются и издеваются. Как издевались до этого и смеялись над покойными Саддам Хусейном, над Усамой бен Ладеном, над Муаммаром Каддафи. И вот ни он, Лукашенко, ни Путин, ни Берды Мухаммедов не понимают, насколько они нелепо и смешно выглядят по сравнению, ну по отношению к цивилизованному обществу, цивилизованному миру. Но это должны понимать мы, мы должны понимать. Мы должны понимать, что эта форма правления, это анахронизм, это абсолютное, как сказать, ну варварство в век, когда космические корабли бороздят, просторы. И когда всем уже понятно, абсолютно всему обществу понятно, что свобода лучше, чем не свобода, что демократия гораздо эффективнее автократии, что люди в демократиях живут значительно богаче, значительно успешнее делают свои карьеры, что там лучше образование, лучше здравоохранение, лучше, ну просто элементарнейшее благосостояние и уровень жизни лучше. Вот, и поэтому никогда нет иммиграционных потоков из демократии в сторону автократии, а всегда наоборот. И вот Джон Оливер в одном из своих выпусков обозначил три признака автократии, как по мне абсолютно идеальна, и вы можете сами сравнить эти признаки с существующим в Беларуси политическим режимом, хотя Морозевич и как бы обижается на слово режим. Ну а что это, если не режим? У нас, по-моему, строгач какой-то теперь уже, а не режим. Поэтому, друзья мои, возьмите чашечку кофе, круассан, если вы во Франции, если вы в Беларуси батон с чем-то, шкварку, чарку и шкварку с утреца, и посмотрите этот прекрасный юмор. Как по мне, он, ну, позволяет легче относиться к тому, что у нас в стране происходит. Спасибо всем, это был Андрей Гуречек. Не все авторитарные лидеры одинаковы, но глобальный тренд тревожный, особенно потому, что во многих случаях люди активно делают выбор в их пользу. Недавние исследования показывают, что треть мирового населения живет в разваливающихся демократиях. И вот почему есть вероятность, что, просматривая новости в этом году, вы в какой-то момент спрашиваете себя, что за хуйня творится в мире и почему? Так что сегодня давайте рассмотрим три общих признака, которые имеют автократии, чтобы понять, что делает их столь привлекательными и что ожидает эту страну, если двигаться в этом направлении. И первая черта – это демонстрация силы. Автократы склонны любить грандиозную показуху типа военных парадов с показом вооружения. Китай, Северная Корея, Венесуэла и Россия, где иногда случаются неожиданные музыкальные сюрпризы. Моя Москва, моя держава, Москва всегда передний край. Да, вот это звоночек для России, как будут выглядеть музыклы, если вы запретите геев. Вот такие зрелища служат целью демонстрации автократами силы из-за их беспокойства, что они могут выглядеть нелегитимными. Ну, что-то типа того, когда мужчина, неуверенный в своем пенисе, покупает мотоцикл или становится бодибилдером, или изобретает Теслу. Какой странный у тебя пенис, Илон! Какой странный! Но демонстрации силы часто недостаточно. Многие автократы склонны объединять национальную идентичность с их персональной идентичностью, так что они сами вынуждены показывать силу. Наиболее очевидный пример здесь – Владимир Путин. Он столько раз позировал для фото, что можно выпускать календарь. Недавно он тискал леопарда, окунался голый в морозную прорубь и загорал. Что есть? Круто! Но не только он, также чеченский лидер Рамзан Кадыров и эти его нелепые тренировочки, которые настоятельно не рекомендую смотреть. Это как наблюдать печеньку эльфа, разламывающегося на части. Но мой любимый пример также самый грустный. Посмотрите, как авторитарный лидер Туркменистана заставляет своих министров смотреть, как он поднимает золотую штангу и делает вот это вот что-то там все. Когда на работе вы будете вынуждены смеяться тупым шуткам своего босса, просто вспомните про людей, которые стоя аплодируют их начальнику за то, что он поднял золоченую палку от штор. Автократы обожают демонстрацию силы и часто говорят своим гражданам, что эта сила необходима, чтобы защищать их от... Чего? Это нас приводит ко второму признаку – склонности демонизировать врагов. Автократы изо всех сил выявляют, а иногда и придумывают, группы злодеев, от которых они и только они могут спасти страну. Автократы нуждаются во врагах, чтобы представить сложный мир совсем простым. Ведь если на вас нападают или есть такая угроза, приятно иметь харизматика, которая говорит «нахер правила, нахер систему, я сам разберусь». Это импульс, на который мы все слабы. Взять меня, я верю в разделение властей и верховенство закона, но если Америка погрузится в гражданскую войну и кто-то скажет «А что, если мы позволим Тому Хэнсу разобраться?» И немалая часть меня ответит «Да, это будет прекрасно!» И даже так, слава Батьке Хэнсу, многие ли так гампу смерть его врагам? Когда люди напуганы, они восприимчивы к автократии. И вот почему, если реальной угрозы не существует, сильный правитель иногда ее придумывает. Часто указывая целью преследуемой группы населения, типа эмигрантов или меньшинств, Виктор Орбан повернул вправо, когда Венгрия наполнилась страхами перед мусульманами и беженцами. И когда Путин столкнулся с падением популярности несколько лет назад, он наехал на геев, предположив, что гомосексуальность – это орудие Евросоюза, чтобы ослабить Россию. Что да, звучит нелепо. Но, судя по этому человеку, мысль кому-то засела. Россия не Европа. У нас свои давние традиционные ценности. А в Европе сейчас переходят все границы. Они легализовали педофилию, зоофилию. У них там есть зообордели. Подожди-ка. Точно есть. А ты в этом уверен? Я вот вполне уверен, что нет такой вещи, как зообордели. Зообордели – это, может, когда в обычном зоопарке вы даете двадцатку сторожу, чтобы побыть наедине с пингвинами. И вы бы… Да выбросьте из головы, если вам это не нравится. Просто не принимайте эту идею, не крутите ее в голове. Но вы, наверное, надеетесь, что независимая пресса или оппозиция не даст этому говну расползаться. И это приводит нас к финальному ключевому признаку – разрушению институций демократии. Как только автократы берут власть, они стараются ослабить критику своих режимов. Журналистов часто запугивают, их сажают, убивают. Или, как в путинской России, происходят трагические инциденты, которые, может быть, станут уроком кому-то другому. Автократы также атакуют и более фундаментальные инструменты баланса, такие как суды и парламент. В последние годы структура правительств Турции, Китая, Венгрии и Венесуэлы модифицированы, чтобы консолидировать всю власть в руках лидера. Так что показушная мощь, демонизация врагов, разрушение институций демократии очень широко представлена в автократиях. Дальше ведущий будет примерять все эти признаки на Дональда Трампа. А для вас перевел и озвучил Андрей Бочаров, а вы подписывайтесь, подписывайтесь!